Я помню этот пригол, Артур, ты поменьше проститутками балуйся, а то у тебя воображение слишком там насыщенное, ты уже всех под одном, так что да, так что да, не хотела бы я с таким отношением строить обиженкой, я его убрала, я из Тараза, да, ему просто бесплатно не дают, он на дом при девочек вызывает, таких как я, он сказал, да я бы к нему даже за 200 тысяч не приехала на дом, да в Розе там мечтатель, реально размечтался мальчик скажет, это знаете мужчины, которые оскорбляют женщин и говорят, да ты там шалава там, да, или такие как ты приезжают, запомните, это те, которые о вас мечтают, те, кому не дают и те, которые обижены на женщин, запомните, девочки, вы все классные, а на таких зачем несладно давать себя не уважать. Я как бы сковородку хотела помыть и вы себе приготовите, вы уже о чем тут говорите? Спасибо за этот пейс, ладно, пойду я поменяю мальчику для вас, а то вот я смотрю, уже говорят, что такие как я приезжают на дом, поменяю для вас, чтобы вы угомонились, а то что-то я смотрю, чтобы не дай бог, я никому за тридцатку не поехала, пойду переоденусь, а то, ребят, у меня в жизни такой пиздец происходил, и я никогда не опускалась до продажи себя, поэтому те, кто не знает, мне сердцы закроют. Спасибо за подписку, я выживала как могла, я и пахала везде, и на базарах мерзла, я себе испортила все здоровье, все здоровье испортила, что я каждый год проверяю, чтобы узнать, рад ли у меня или не рад, вот прикиньте, поэтому отдайся у ваш себя, приз. Все, надеюсь, эта маечка никого смешать не будет. С ней надо с резинкой. Приветчики, откуда такая кровояйца в самый город Тарас? Ребят, я прожила столько жерни, и я переношу еще лечение со здоровьем, и прикиньте, какого мне это все вытягивать. Извините. Да, я понимаю, здоровье отдаешь, потому что работаешь при разных условиях. У меня просто еще давно, вот с детства началась проблема, в 19-м году я перенесла очень много огромных стрессов, очень огромных стрессов, я чуть не потеряла своего брата, я потеряла дом, мы с мамой потеряли дом, родители с ними, как бы, у моих родителей была такая ситуация неприятная, короче, мы остались без дома на улице, у меня произошла операция, у меня опухоль в молочной железе, и есть подозрения на злокачественность, поэтому с 19-го года я прохожу лечение, которое ни к чему хорошему не приводит, ничего не привело мое лечение, я сделала на различных диетах, я была бы такая худая, но я отказывалась от сахара, я отказывалась от всего, мне нельзя долго находиться на солнце, в бане палиться нельзя, но он ничего мне не помогает, я пила дорогие лекарства. Спасибо огромное за подписку, привет, Павлодар, Дакарчик, ты тут радость, у меня уже была первая операция, тут есть небольшой шланг, ты всегда ходишь и переживаешь, и у меня вот в последнее время стали сильно вылазить волосы, я снова чуть-чуть стала худеть, у меня каждый день ужасное самочувствие, и я думаю, а не пиздец ли мне пришел, и при этом все, ребята, я еще как-то выживаю сама, а вы не говорите, что я тут продаю из-за присадки выезжаю к кому-то, привет, я не пью, я не курю лично по своему выбору, энергетик, да, это тоже хрень, но я хотя бы иногда отвлекаюсь, все боится, не грузись, дай бог, я главное хочу, пока я еще жива, и у меня есть силы приобрести свое жилье, пахать, может быть, дай бог, стану известным блогером, и все получится, чтобы хотя бы моя мамочка провела старость в своем доме, а не в переживаниях, привет всем, привет всем, дела, пойдет, здоровье тоже, спасибо, как вы, как дела, бессмертные, все мы смертники, все мы смертные, тебе сколько, мне 24 года, сонушки, я в чате кидаю номер карты, наша цель собрать 30 тысяч тенге, если кому-то не сложно, не жалко, но очень благодарна, привет! да, я 100 раза ты здесь сейчас, я все так же здесь, 100 разе, спасибо за подписочку про судьбу, ребята, вы говорите, спинки мне и мне, мне тут самой не скидывают, вы можете попросить у себя на стримах, ребят, на моем стриме не надо просить, На моих стримах просить не надо. Спасибо за подписочку. Я вообще раньше хотела создать такую группу, когда еще у меня сколько было? 29, по-моему, но... Чуть-чуть хочу. Или 22, я уже не помню. Я хотела собрать группу и начать снимать тик-ток, быть типа блогерами. Иначе-то многие засмущались, кто-то заснялся, потому что он подумал, ладно. Начала сама. Поначалу знаете, как я принимала вот эти вот комментарии от хейтеров, типа... Зачем они мне такое пишут? Я даже плакала. Видите, какой дурочкой я была. А сейчас понимаю, хейтер это тот же мой, как бы, типа поклонник. За счет него тоже можно вывести. Так что почему бы и нет? Пусть сидит, пишет гадости. Можно записать в какой-то классный видос за счет хейтера, хайпануть хорошо. Любой блогер ловит хайп на чем-то, ребят. Любой. Я засняла видео, как я живу, типа сама просыпаюсь. Я не думала, что там будет столько просмотров, почти 600 тысяч. Ну да, не ля, конечно. За просмотр, кстати, мне еще ничего не платили. Врать не буду. Ты чисто зарабатываешь вот с эфиром. И так, сколько это с ней пишет. Есть ли она одна? Знаешь, у нее что-то не так. А где мышцы на пальцах? А где чего? Ну да, я же каждую ночь лежу, только я об этом не думаю. Как бы у меня мужичка, как он... Ребят, каждая девочка знает, что с любым можно построить отношения. Просто не всем это надо. У кого-то свои цели. У кого-то свои планы. Так что... Просто люди в большинстве стали озабоченными. Кто заметил? Вот люди не боятся, они так всегда позорят в тиктоках. Люди мне пишут, ты всегда не позор, ты клянчишь деньги. Да я лучше буду клянчить деньги в тиктоке, чем буду работать проституткой. И я лучше буду клянчить деньги в тиктоке, так позориться, нежели я буду позорить свое имя, вот так вот писать кому-то гадость, оскорблять какого-то человека, какое я право имею, задеть чужого человека, его внешность оскорблять, его, не знаю, его жизни. Кто я такая, чтобы вмешиваться в жизнь человека? Может, он прошел то, что я даже... Мне не дано было подумать. И завтра Бог мне скажет, ты пройдешь то же, что ты говорила этому человеку. Ты ведь не знаешь, что этот человек прошел, что он испытывал. Поэтому, ребят, я заметила, бумеранг сейчас работает в тысячу раз быстрее. Для многих. Я видела, кто создал меня, смеялся с меня, что я живу там одна, что-то. И как наказывала жизнь этих людей потом. Мне рад по желудочной поставим еще. Ну да, это капец. 16 лет уже, и состояние повышается с каждым годом. Дай Бог тебе здоровья, пусть все будет хорошо. Валерий Камаслан. Так, мне надо спешку сделать. Я говорю, я примерно человек эмоциональный, я могу где-то агрессировать, но если это меня задевает. Когда меня не трогают, я хорошо к людям отношусь. Я наоборот, мне хочется кому-то дать хороший совет, если кто-то нуждается в моем свете. Кого-то поддержать, кому-то хорошо относиться. Но как я видела, когда мне все хорошо было, я оказывала людям поддержку, помощь, как все на том поступали, было обидно.